Слава Тебе, Божий наш! Слава, слава Тебе! Добрый день! Сегодня Церковь на Литургии читает историю про исцеление целой группы прокаженных, из которых благодарным оказался только один. Давайте почитаем. Это Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 по 19 стих. Идя в Иерусалим, Иисус проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, Иисус наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал им, пойдитесь, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был Самаринин. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему, встань иди, вера твоя спасла тебя. Христос проходит, действие происходит, когда уже Иисус с учениками, они идут на последнюю Пасху. На празднование последней вот этой Пасхи. Путь в Иерусалим, и когда они уже признали его царем, и вот Христос идет на страсти свои. То есть это уже близится, вот развязка вот этой всей истории. И проходят они как раз между Галилеей и Самарией. И вот происходит некое событие. Они ходят по пути, они входят в одно селение, и на расстоянии его окликает целая группа прокаженных, десять человек. Они остановились вдали и громкими голосом говорили, Иисус наставник, помилуй нас. Вот тут надо пояснить. Вот тут надо пояснить. У евреев в книге Левит описаны очень такие жесткие правила относительно кожных заболеваний, которые называются проказа. Но слушайте, совершенно не факт, что это проказа в нашем современном медицинском понимании. Любое, понимаете, сыпь, экзема, любые какие-то кожные заболевания, они сразу, так сказать, делали человека ритуально нечистым. Ритуально нечистым. И такой человек не должен был жить в обществе человеческом. Такие люди селились где-то отдельно, и только тогда, когда эта вся проказа сходила с него, он мог прийти к священнику. И только священник, ну, там, прям целый период, предполагалось, когда священник его проверяет, он мог его объявить чистым. И тогда такой человек мог вернуться в общество. Но, соответственно, жизнь таких людей была крайне тяжелой. Просто крайне тяжелой. И они были отчуждены от нормальной общественной жизни. Ну, и вот мы видим здесь, что вот тут целая группа. То есть они все собраны вместе. Мы все собраны вместе. Такие бедолаги. Вместе выжить гораздо проще. И мало того, мы видим, что в этой группе прокаженных не только евреи, но, оказывается, один самарянин. В реальности мы знаем, что евреи с самарянами, они враждовали. Евреи считали самарян ритуально нечистыми. И между ними были очень плохие взаимоотношения. Но мы здесь видим, что горе людей объединяет. И что вот эти вытолкнутые из социума прокаженные, им уже, понимаете, у самарян-то тоже действовали те же самые законы. И тут уже кто тут чист, кто тут нечист, все нечистые. Всех беда объединила. И евреи с самарянами все уже ходят вместе. И вот мы видим такую группу. И, естественно, они не могли войти в город, они не могли общаться с людьми на расстоянии, не дерзая к Иисусу приближаться, потому что это ритуальная нечистота, запрещено. Вот они кричат к нему. Иисус, наставник, помилуй нас, помоги нам. И дальше вот происходит удивительное действие. Христос их исцеляет. Как Он их исцеляет? Тут заложено некое даже испытание веры, потому что они больны. Но Христос им говорит, идите к священнику. Идите к священнику, и пусть Он на вас посмотрит. И они Его слушают. Они пошли, и дальше по пути, внезапно они обнаруживают, что они очистились. Вот такое чудо, что они очистились. И вот тут мы видим, что девять человек, они, видимо, настолько были рады, и это очень по-человечески, и это очень понятно, что они, видимо, бегут к этим священникам, для того, чтобы они скорее засвидетельствовали, что они чисты, чтобы вернуться в свои дома, чтобы вернуться в свои семьи, может быть, к своим женам, к своим детям, понимаете, к людям, которые им близки, и которых их ждут. Но только один возвращается для того, чтобы воздать славу Богу и поблагодарить Иисуса. Только один. Удивительное чудо, но при этом мы видим, что благодарность проявляет только один. И он оказывает асамарянин. Иисус это видит, говорит горькие слова. Он говорит, не десять ли очистились, здесь же девять. Как они не возвратились, воздай славу Богу. Ну как так? Так не делается, да. Что же они не поняли, что произошло, и сказал ему, встань иди, вера твоя спасла тебя. Вера твоя спасла тебя. Вера его спасла, потому что он действительно постиг, что его исцелил Господь. И эта история, эта история, она является своего рода знамением, знаком, который показывает неким символом, того, что произошло со Христом, и что вообще по жизни часто происходит. Потому что Христос пришел к этому, в этот Божий народ, и явил там великую любовь, великую милость. Он исцелил болящих, он изгнал бесов, он дал людям милосердие и любовь, пробудил их душу. Но Христос идет в Иерусалим, и он прекрасно понимает и видит, что на самом деле ответа нет. Потому что происходит откровение, и каким же должен быть ответ на это откровение? Из Евангелия мы знаем этот ответ. Если Бог проявил к тебе такую милость, то и ты прояви милость. Другого ответа быть не может, кроме как благодарности и милосердия, ответного милосердия. Если Бог тебя так помиловал, значит, и ты должен помиловать ближних своих. Иначе, иначе ты потеряешь этот дар милости, и Бог будет судить тебя по справедливости. То есть только любовью и милосердием человек может ответить на евангельский призыв, на этот дар милосердия Божьего. Но здесь мы видим, что Израиль вот в этой ситуации, она, видите, имеет такое символическое значение, потому что мы видим, что эти девять прокаженных оказываются очень эгоцентричны. Они не видят этой милости, они думают только о себе, они, естественно, рады, но дальше вот эта забота об их собственной радости, она вытесняет Бога. И они не возвращаются для того, чтобы ответить благодарностью. И это есть притча, потому что то же самое происходит со всем народом, когда пришел в мир Господь. И в этом отношении очень печальная история. очень печальная, очень грустная история, потому что она показывает, что люди, даже порой очень неплохие люди, когда у них смещается что-то внутри, смещаются какие-то ценности, они становятся эгоцентричны и неблагодарны. И это делает их слепыми, духовно слепыми. И Господь совершает в их жизни великие чудеса, но они проходят мимо них и думают, что все им обязаны. Ну, откликнулся Самарянин, откликнулся Самарянин. И, конечно, это история, это история, в ней нет такого прямого урока, который давал бы нам Христос. Вот так вот, что да, идите, научитесь. Но этот урок есть пример того, как не должно быть с нами, как не должно быть в нашей жизни. не должны быть подобны этим прокаженным, которые, получив от Бога милость, бегут по своим делам, забывая про все. Такая грустная история, которая, однако же, так сказать, должна быть очевидна для нас всех неким таким отрезвляющим примером, чтобы такое не произошло с нами. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok